В связи с непростыми погодными условиями, в крае прогнозируется сложная ледовая обстановка. Положительные температуры, сильный ветер – все это неблагоприятно сказывается на состоянии льда в морских акваториях. Выход на лед стал крайне опасен. Подробности в нашем следующем сюжете. Вот такие видео появляются в интернете почти каждую неделю. Машины уходят под лед. И только по счастливой случайности в этом происшествии обошлось без человеческих жертв. И это при том, что выезд автотранспорта на лед категорически запрещен. А сейчас краевые и районные власти приняли решение с 3 марта официально запретить выход на лед и людей. Причем в этой области идет тенденция к ужесточению ответственности. Раз люди сами не понимают, что рискуют своей жизнью, то чувство самосохранения будут стимулировать рублем. В администрации Приморского края идет слушание по применению административных штрафов к физическим лицам, выходу людей и выезд. Раньше были у нас выезд административных штрафов, потом их отменили, но сейчас опять все это вопрос подняли. Будут административные штрафы к физическим лицам. Это от 500 до 1000 рублей, к водителям от 1000 до 3000. Ледовая обстановка в начале марта стала не просто сложной, а смертельно опасной. Под воздействием южного ветра ожидается частичный взлом припаянного льда и расхождение трещин, а также вынос оторванных льдин в открытую часть залива Петра Великого. К тому же надо иметь в виду, что в Хасанском районе нет собственных спасателей. Появляются сильные ветры, особенно южные. Южные, юго-западные. Начинается отрыв льда. То есть в любое время может просто поляна отходить, на которой люди будут находиться. Будем вызывать спасателей. Это у нас получается, у нас горские спасатели. У нас так еще есть администрация, у нас сделала соглашение с заводом и с портом на спасательные операции. Но вы знаете, что это все платное. Спасатели предупреждают любителям подледной рыбалки, а также всем жителям края, рекомендовано не выходить на лед. Готовится МЧС и к открытию навигации, до которой осталось чуть больше месяца. В этом году произойдет ужесточение ответственности за нарушение правил эксплуатации судов. Это управление судном, в том числе маломерно принадлежащее государственной регистрации, не зарегистрировано в основном порядке. То есть раньше эта часть находилась в первой части, где был штраф от 500 до 1000 рублей. Сейчас будет отдельная часть непосредственно. Это от 2 до 3 тысяч. Если инспектор при патрулировании останавливает маломерное судно, и у водителя документы, допустим, он не проходил ранее регистрацию, или есть судовой билет, но есть отметка, что он снят с учета, это есть не зарегистрированный в основном порядке. Также нарушитель рискует остаться на некоторое время без плавсредства. Катер будет отправлен на арест площадку. Вернут судно только после прохождения всех обязательных процедур. Для прохождения регистрации необходимо заблаговременно прийти в офис Государственной инспекции маломерных судов по адресу поселок Славянка, улица 50 лет Октября, 11, с документами. И тогда не придется платить штрафы и тем более вызволять свой катер с арест площадки. Юлия Ульянова, Максим Львов. Новости Славянки.